В Табасаранском районе распахнули свои двери сразу несколько досуговых центров. Они современные и удобные. Так в Дагестане активно реализуется национальный проект «Культура». Все подробности у Любавы Масловой. 150 экспонатов и все под стеклом. Однако древние предметы быта теперь можно рассмотреть в мельчайших деталях с помощью тач-экранов и очков виртуальной реальности. Новое оборудование у историко-краеведческий музей Табасаранского района поставили в рамках нацпроекта «Культура». Слава об этой пещере далеко распространилась, потому что это веками намоленное место обладает силой и обычно сюда приходят молить высшие силы об исцелении. Этот дом культуры в селе Харак построили более 70 лет назад. В последние годы здание разрушалось. В 2022-м здесь провели капитальный ремонт. Культурное учреждение полностью преобразилось. Теперь ковроткачеством, бессероплетением и другими видами творчества ребята занимаются в просторных светлых кабинетах. Искренне надеюсь, что здесь будет кипеть жизнь, что здесь будут проводиться совершенно разные мероприятия, не только культурные, но обязательно какие-то общественно значимые, патриотические, какие-то презентации, какие-то мастер-классы. Здесь обязательно это место должно стать местом силы и местом притяжения. В Хучне открылась первая модельная библиотека в Южном Дагестане. Здание отремонтировали и оснастили новым оборудованием. Новая библиотека уже стала местом притяжения читающей молодежи. Это не скучный зал со старыми стеллажами, а современное пространство. Помимо чтения здесь можно посмотреть фильм, поучаствовать в мастер-классах. Национальный проект «Культура» стал поводом для приезда в Табасаранский район. Он сегодня дает замечательнейшую возможность дойти до каждого села, для каждого муниципального образования. Здесь живут необыкновенно талантливые, теплые, душевные люди, представители выдающиеся в самых разных сферах жизнедеятельности. Обновился и районный дом культуры. Раньше летом здесь было очень жарко, а зимой очень холодно. В здании обновили отопительную систему, установили новую электропроводку и оборудовали помещение детской школы искусств. На открытии учреждения состоялась торжественная церемония награждения отличившихся работников культуры. Их отметили благодарностями и почетными грамотами. Любовь Маслова, Гасан Барамов, Паризат Курбанова. Время новостей, Табасаранский район.